Здравствуйте! В эфире первого Ярославского вечернего выпуск новостей в студии Роман Кассиян. Ярославль в ожидании эпидемии по свиному гриппу. Согласно прогнозам, она придется на февраль. Об этом сегодня заявила глава внештатный эпидемиолог региона Елена Христофорова. Она отметила, у населения нет иммунитета к этому опасному вирусу. Сейчас жителям области необходимо с особым вниманием следить за состоянием своего здоровья. Если у вас поднимется температура до 39 градусов, появится кашель, боли в горле и отдышка, немедленно обратитесь к врачу. Промедление грозит осложнениями. Они при этом штамме гриппа проявляются в два раза быстрее, чем при обычном. Могут вызвать отек легких и даже смерть. В департаменте здравоохранения информации заверили в больницах и аптеках, уже подготовили запас необходимых лекарственных препаратов. Пациент должен быть изолирован в отдельную комнату. Ухаживать за ним должен желательно один член семьи. Необходимо при контакте с пациентом использовать медицинскую маску. На настоящее время эпидемический подъем заболеваемости в Ярославской области отсутствует. Регистрируются единичные случаи заболеваемости гриппа. Усадьба дворян Михалковых продана за 8 миллионов рублей. Весь комплекс, а это полуразрушенные здания, то, что осталось от главного дома, флигеля и хозпомещения, а также земельный участок, у рубинских властей приобрел предприниматель из Самарской области. Он один, кто заявился на аукцион. Хотя предполагали, что поможет участвовать и потомок Михалковых, известный кинорежиссер Нехита Миколхов. Вырывали серьги прямо из ушей. Дзержинский суд вынес приговор двум жителям Тутаевского района. Их обвиняли в целой серии разбойных нападений. По версии следствия, молодой человек вместе со знакомой в Ярославле грабили пенсионерок. Парень выхватывал сумки, девушка вырывала серьги. Причем делала это жестоко. У некоторых бабушек разорваны мочки ушей. Подсудимой на момент совершения преступления не было 18 лет. Криминальный дуэт вину признал. Суд приговорил молодую преступницу к четырем годам колонии. Ее сообщика к пяти с половиной. И далее о спорте. Ярославский локомотив победил в Нижнем Новгороде. В счет матча открыли хозяева площадки. Отличился Дмитрий Семин, который удачно поставил клюшку под бросок Кирилла Кольцова. Железнодорожники восстановили равенство только в заключительной трети. Автором гола стал Егор Коршков. В итоге встреча плавно перетекла в овертайм. А потом и в серию буллитов. Удача оказалась на стороне локомотива. Теперь подопечный Алексей Кудашова сыграет в Казани с местным Акбарсом 27 января. Мы хотели бы больше забивать. Пока не получается. Мы работаем над этим, видим эту проблему, будем стараться ее исправить. Пока так получается. Да, мы знаем компоненты, которые надо улучшить. Надеюсь, что исправим. Спасибо.